А с этим человеком знакомить даже, думаю, не надо, потому что его все знают. Это наша дорогая Ирина Михайловна Милентьева. Она ветеран тыла. Ирина Михайловна, расскажите, как во время войны вы жили, чем вы жили, как трудились, где вы были? Начинаю. Мы комсомосы, пошли в военкомат, на фронт добровольцы. Но меня не взяли. Мы стояли втроем с девчонками. Их всех забрали, а меня оставили. Потому что у меня рост не подошел. И вес не подошел. И так меня оставили. Оставить, правда, не оставили, но меня все-таки направили в ФЗО. А почему? Что сказали-то? Сказали, что рост не позволяет. Пуговица фронтовая? А, и сказали, что ты фронтовая пуговица, ты там потеряешься. Вот и меня не взяли из-за роста, из-за веса. А вот про ФЗО расскажите, как вам там жилось? Что вы делали? Мы, правда, мы там в военном заводе работали, готовили на фронт. Снаряды? Снаряды готовили, да. Все три года? Да, все три года мы на фронт отправляли снаряды. А кормили нас, правда, плохо. Плохо кормили. Скучали по дому, хотелось, наверное, домой. Скучали, конечно, но... Но вы же никогда не унывали? Не унывали никогда. А чем занимались? Мы занимались всякими спортами. Ходили, это, у нас кружки были. Я была командиром нашего, как говорится, отделения? Ну, нашего, да. Я была командиром нашего отряда. А выступали в то время? Выступали. Мы ходили в клуб, специально договаривались с заведующими, и нам разрешали выступать. И на заводе выступали? И на заводе, и везде мы ходили. А потом уже, когда окончили мы эти три года, приехала сюда, тоже ходила в воинскую часть. В 45-м году уже я помогала тоже всем прачкам, стирала, бинты, гимнастерки, все гладила. И помогала на кухне ребятам чистить картошку. Потом у нас составили коллектив наших артистов. Мы собрались, стали выступать, ездили мы по госпиталям. Вот у нас были спектакли хорошие. Ставили, и все время выступали. А сколько лет у вас стаж рабочий? Стаж работы у меня 42. 42 года. Вы отработали и работали и на Углежении, да? И работала, да, стаж у меня 42 года. Работала я на Углежении, была я на выгрузке угля, была на посадке, была в лесу, на гребке снега была. И как же вас там, видно было хоть в сугробах-то? Когда работала я на гребке снега, меня не видно было. Все время ребята кричали, ты где хоть отзовися? Ведь мы тебя, говорит, не видим, а то задавим тебя. Ну, Ирина Михайловна, вы же до сих пор у нас самый главный артист в нашем клубе. Расскажите, где вы участвуете? Ходите выступать ведь не только в клуб? Ну, у нас были фестивали на всех, на фестивалях, какие конкурсы, фестивали были, там была я. В этом году, да, Ирина Михайловна у нас выступала и даже в областном фестивале творчества пожилых людей. И заняла достойное место с танцем. До сих пор Ирина Михайловна танцует, и ее все в поселке любят и знают. А вот, смотрите, сколько у нее грамот, это только из последних, за последний год, да, Ирина Михайловна? Да. Ну, 11-й, 12-й, 13-й годы, все. Вот. А мы желаем, Ирина Михайловна, чтобы вы никогда не болели, не старели и всегда радовали нас своим творчеством. Спасибо. Спасибо. Спасибо.